Как работает облако, я думаю, все понимают. Начать, наверное, нужно со самой простой ситуации, когда кто-то располагается в СОДе и просто в коллокейшене, и таким образом уже передает на другую организацию часть обязанностей и ответственности по обеспечению физической безопасности, то есть именно непосредственно доступа к оборудованию. Если говорить про облака, то здесь уровень передачи ответственности происходит чуть дальше, то есть здесь выделено зеленым цветом, уже какое-то серверное оборудование, оно находится еще дальше, еще выше, вне зоны управления и контроля организации. Соответственно, вопрос того, как будет обеспечиваться его безопасность, будет переложен на, соответственно, эту организацию. Ну и есть еще один пример, который я хотел здесь показать. Это то, что называется здесь «Облако плюс», когда организация, которая предоставляет облако, берет на себя еще какие-то функциональные обязанности и ответственность за управление безопасностью до уровня операционных систем, например. И в таком случае организация остается только управлять, работать со своим ПО, его как-то надеплоить. Таким образом управление… На этом уровне управления будет осуществляться инфраструктура исключительно через заявки, через взаимодействие с поставщиком. Так же, как, например, для уровня «Облако» все мероприятия, все управление, связанное с серверной инфраструктурой, с виртуальными машинами, происходит тоже как через какой-то прикладной уровень. А не напрямую через доступ к части инфраструктуры, которая находится в области ответственности самого поставщика. Да, сразу здесь хотелось бы сказать, что часто поднимается вопрос того, как выполнять требования организациям, которые относятся к некредитным, то есть тех, на кого распространяется 757П. То, что для них это большие… Если говорить по кредитной, то у них уже эта тема более освоена, к ним распереходили раньше другие требования, у них есть уже в штате, есть какие-то ресурсы на это. А для остальных организаций все это сложнее. Возможно, им можно посмотреть в этом направлении и задуматься о том, чтобы передать ответственность за выполнение части требований в другую организацию. Что нужно учесть? Что нужно учесть? Организационных важных вопросов встает три. Первый вопрос — это разделение ответственности, то есть как раз где провести эту черту. Что должна делать одна организация, что должна делать другая. Тем более, что черта не всегда проводится однозначно, как, например, мы говорим про расположение в каком-нибудь СОДе, и там все однозначно проводится по линии физической безопасности. Когда мы говорим про облачного поставщика, то получается, что что-то должна делать сама организация для своей инфраструктуры, для той части, которой она управляет. Что-то должна делать организация, которая является поставщиком услуг. Второй важный вопрос — это как контролировать соответствие поставщика услуг. У нас встает много регуляторных вопросов, связанных с тем, что организация предъявляется требование, она заинтересована в целом в том, чтобы вся инфраструктура нижележащая, которую предоставляет поставщик, соответствует требованиям безопасности. И стоит вопрос, а как ему это проконтролировать, как ему проверить. Разумеется, это нужно сделать перед тем, как заехать в облако или начать как-то взаимодействовать с поставщиком, но иметь возможность периодически это контролировать, чтобы понимать, держать поставщика в тонусе и осознавать свой уровень рисков, свой уровень защищенности, в том числе исходя из этого. И третий вопрос уже больше касается каких-то сертификационных испытаний, когда организации нужно подтверждать соответствие тому, насколько она безопасна, насколько она защищена. Как на это повлияет тот факт, что она находится в облаке? Насколько это для нее станет проще? Какие инструменты для этого имеются в стандартах по оценке? Это моменты, которые важны в этом плане. Начнем с первого вопроса, про разделение ответственности. В ГОС 57580, про который мы говорим, нерегламентирована часть, связанная с передачей ответственности, ну и вообще вопрос взаимодействия с третьими сторонами. Но чаще всего, ну и самый прямой подход и способ решения, это матрица ответственности, когда к приложениям к договору идет документ, документ, который как раз определяет данные границы ответственности. В данном примере, это на примере одного из требований по физической безопасности. Соответственно, здесь важен контекст, это то, на каком уровне требования выполняются, и то, где будет проведена эта черта. То есть для физического уровня это довольно легко, это территориальное расположение. Если мы говорим про что-то инфраструктурное, то есть то, что относится к управлению изменениями, то, что относится к безопасности, например, тех же базовых образов, то здесь уже будет зависеть от того, в чьей зоне будет определена ответственность за выполнение данного требования, будет ли это делать поставщик, или доступ к управлению этим будет в какой-то мере иметь клиент, и он в своей части тоже этим должен заниматься. Сейчас инструмент, который это позволяет решать, это составление матрицы ответственности, разумеется, документальное ее закрепление, и таким образом этот момент фиксируется однозначно. Следующий вопрос, который стоит, как контролировать соответствие поставщика услуг? Опять-таки нет методики, которая бы говорила по УГОС 57580, как это делать. Поэтому какая ситуация получилась? Чтобы подтверждить то, что организация выполняет требования стандарта, соответствие которому необходима финансовая организация, данные организации, ЦОДы, Облака, начали проходить проверки соответствия ГОС 57580, хотя изначально на них он не распространялся, ни одно положение, ни одно требование ЦБ или любого другого регулятора не предписывает организациям, которые предоставляют услуги облачного хостинга или колокейшена, проходите данный стандарт. Но дабы удовлетворить клиента потенциального и показать, что данные требования могут выполняться и выполняются в организации, они начали такие проверки проходить. Но и тут есть одна важная проблема. Есть какой-то результат прохождения данной оценки у облачного поставщика или ЦОДа. Предоставить полный отчет он, скорее всего, не сможет, потому что там есть критичная информация о внутреннем составе инфраструктуры, о том, какое требование в какой мере выполняется. Потенциально это даже сама методика оценивания говорит о том, что содержание отчета — это конфиденциальная информация, к ней надо так относиться. Ну и понятно, что выявленные наиболее слабые направления, особенно когда, как мы видели на примере, когда что-то у организации опущено практически в ноль, дает какую-то информацию потенциальному злоумышленнику, и поэтому отдавать отчет, а здесь мы понимаем, что этот отчет нужно будет отдавать, практически вывесить на сайте, демонстрировать каждому уже даже не располагающемуся потенциальному клиенту, это, в общем-то, утечка критичной такой информации. При этом есть еще другая проблема. Показать просто результирующую оценку может быть тоже не очень надежно, потому что стандарт ГОС-57-580, он имеет градацию оценки от 0 до 1 с шагом 0.01, то есть это может быть 0.60, 0.75. Конкретно это не так много дает информации о том, насколько и какие требования выполняются в организации. То есть просто результат оценки, он пускай говорит об общем уровне, и позволяет делать какие-то выводы, но не дает детальной информации о том, что конкретно выполняется, а что нет. У нас есть две стороны, которые, с одной стороны, хочется организации проконтролировать и убедиться, что организация все делает хорошо, с другой стороны, организация, которая это все делает, в чем-то не хочет, в чем-то, наверное, и не может показать лишнего, отдавать всем. Что есть на этот счет? Есть один из стандартов Банка России, 1.4 2018, который как раз говорит про безопасность при аутсорсинге. Там есть некоторые довольно такие серьезные моменты, которые в принципе правильные и абсолютно однозначно работают, когда ваш поставщик услуг — это не облачный провайдер, у которых таких клиентов десятки или еще больше, а когда это какой-то конкретный поставщик услуг, с которым работает организация. Потому что когда для контроля выполнения требований организации клиент, то есть финансовая организация, которая пользуется его услугами, может выбрать, сама определяет аудитора, полностью устанавливает все условия проведения аудита и потом полностью видит его результаты, это валидная и правильная ситуация. Можете представить, как это может выглядеть или не может выглядеть в случае с облачным содом, потому что даже когда клиентов становится более одного или еще даже больше, это становится невыполнимой в принципе задачей. Даже если речь идет о том, чтобы все клиенты договорились о каком-то одном аудиторе или одном формате прохождения данной оценки или это превращается в миллион оценок в год. Это еще не говоря о том, что, да, то, что я не включу сюда, но то, что тоже есть в данном документе, при изменениях значимых внутри своей инфраструктуры, внутри своих бизнес-процессов, облачный поставщик, сот, должны эти изменения согласовывать с клиентами. То есть понятно, что облачный поставщик согласовать со всеми своими клиентами свои изменения даже не сможет и, в общем-то, сейчас не будет. То есть сейчас этот стандарт, он не учитывает как раз облака в случае предоставления услуг более чем одному клиенту. Но как в итоге решается сейчас эта проблема? Текущий подход — это в рамках оценки поставщика услуг, CODA или облачного провайдера. Подготавливается такой резюмирующий отчет, который не содержит критичной информации, но описывает оценку по процессам. То есть как раз то, что мы рассматривали также в предыдущей презентации нам показали. То есть у нас есть направление управления доступом, управления сетевой защитой, защиты виртуализации и так далее. Можно хотя бы в разрезе вот этих процессов посмотреть на оценку. И на основе этого, посмотрев на данные результаты, клиент может определиться, посмотреть, сделать вывод, насколько ему данная организация подходит, чисто исходя из его уровня рисков. Движемся дальше. Последний вопрос, который остается, это учет оценки поставщика услуг при оценке клиента. Методика оценки в ГОСТ сейчас этот момент тоже никак не учитывает. То есть даже если у вас есть поставщик услуг, и у него есть результаты оценки, есть матрица ответственности проведенная, как именно его оценка, в какой мере должна повлиять на оценку организации, такой подход не описан, даже методикой не определен. Подход, который сложился в этом вопросе сейчас, это требовать от поставщика услуг уровня соответствия, то есть итоговую оценку не ниже, чем нужна самой организации. Что в принципе логично, если вам предписано положением иметь оценку итоговую не ниже 0.7, а как минимум 0.71, то есть третий уровень, то, соответственно, поставщик услуг тоже этому должен соответствовать, тоже как минимум такой уровень показать. Как процесс расположения самой организации в облаке будет влиять на процесс оценки, зависит от как раз-таки матрицы ответственности. То есть понятно, что матрица ответственности станет тоже инструментом, который позволит определить, в какой момент нужно будет во время оценки углубиться, потому что он находится непосредственно в зоне ответственности проверяемой организации, на какое они влияние не имеют и, соответственно, полностью в этом случае берет его на себя поставщик. И здесь есть, соответственно, за это даже не сможет ничего об этом рассказать проверяемая организация. Какие выводы хотелось бы сделать из всего этого? ГОСТ в целом справляется с задачей обеспечить систему оценивания, методику оценивания, требования, так и стандартизации привести организации к одному виду. Но сейчас там не раскрыта тема взаимодействия с поставщиками услуг, в том числе с облачными. Мы сейчас рассмотрели, как это делается на практике, то есть эта ситуация, как она работает сейчас. Но, разумеется, есть смысл регулятору в будущем этот момент отразить своих документов. То есть будет ли это изменение в ГОСТ или что-то отдельное. Сейчас об этом нельзя говорить, но это не так важно. Нужно, чтобы данный подход был зафиксирован. Как минимум необходимость обращения только к тем поставщикам услуг, которые оценку ГОСТ прошли. Потому что расположение других в этом плане будет недостаточно, небезопасно. Сейчас, одну секунду, последний тезис. Это как раз о необходимости того, зафиксировать ответы на данные вопросы. То есть как раз говорят про ограничение ответственности, контроль поставщика и учет оценки непосредственно в методике оценки, чтобы это превратилось уже в зафиксированную практику. На этом у меня все. Ты готов к вопросам. Спасибо. У меня небольшой комментарий по пункту 4. На самом деле на площадке Ассоциации финансовой технологии ведется работа совместно с Банком России. И банки-участники прорабатывают историю по доработке либо РСК 2.9 по аутсорсингу, либо разработке отдельного стандарта по облачным провайдерам. Поэтому здесь работа ведется. Очень ждем. Вопрос. Если мы рассматриваем облачную инфраструктуру, как объекты по ГАСТу, у нас возникает такой момент. У нас есть инфраструктура облака, которая, по идее, обеспечивает функционирование нескольких сервисов, по крайней мере. Возможно, даже разных заказчиков, но сервисов много. Так вот как оценивать? То есть получается, нам нужно оценить всю инфраструктуру вообще облачную и отдельно еще сделать несколько оценок по каждому из субсервисов, которые на этой инфраструктуре базируются. Как-то взаимное влияние сервисов друг на друга или то, что один сервис может быть взломан и через него может быть получен доступ к остальным. Влияние итоговой оценки инфраструктурной на вот эти сервисы. Как эти вопросы решают? Вот сейчас конкретно, как раз в целях того, чтобы учесть данные риски, появился специальный раздел по виртуализации в самом ГОСТ. Вот как раз чтобы попытки выбраться из одной зоны виртуальной в другую и влияние одного на другое учесть. Собственно, в каком-то смысле ГОСТ это уже в себе содержит. Вот. Далее, как это между собой, как это провести в самой организации, можно выделить несколько контуров, но чаще всего это один контур, потому что организации, для которых эти услуги планируется предоставлять виртуальным СОД, они как раз имеют общий уровень, общий набор требований, что-то их объединяет в этом плане. И поэтому с точки зрения предъявляемых требований именно по уровню защищенности, это будет один уровень. Влияние одного на другого, это тоже как раз-таки момент, который даже в том же ГОСТу учтен, как и в других, в принципе, стандартах. Как раз поэтому там существуют такие вещи, как сегментация и прочее. Сегментация, разделение контуров, выявление нескольких контуров в случае, когда это необходимо. Их, соответственно, независимость, в том числе программные шлюзы, передача данных между ними, сегментация их на различных уровнях, на сетевом, на канальном и на каких-либо еще. Так что, в общем, я думаю, таким образом. Спасибо. Тот комментарий из галерки пришел. Да, коллеги, добрый день. Андрей Иванов, Яндекс.Облак. Просто на примере своего опыта, нашего опыта, хотел прокомментировать этот вопрос. У нас есть сертификация по этому стандарту. Я по-моему согласен со всем, что мы говорили, что облако не учитывает совсем, и там много возникает вопросов, когда проходим все это. Но применительно к вопросу, связанному, как быть, как сервицировать инфраструктуру и какое количество сервисов на базе инфраструктуры, мы для каждой нашей сервисной команды прогоняли, по сути, мини-сертификацию по ГАСТу. То есть там, где вопросы, например, сервис компьютер, у него есть определенная логика, архитектура и процесс вокруг него. Вот это все оценилось с точки зрения соответствия ГАСТу. И так для каждой команды, помимо непосредственно платформы на уровне инфраструктуры. Это, в принципе, не решает всех проблем, но это дает понимание, что каждый из сервисов на базе, который представит облако, достаточно защищен, чтобы через него не проломились. Вопросы на этом пока закончены. Коллеги, добрый день. Представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Хонин. Я представляю Ангара Секьюрити и непосредственно являюсь руководителем управления консалтинга и аудита. Очень приятно видеть такую заполненность, потому что, как показывает, нормативка остается интересной, ей интересуются, и она никуда не уходит. Вот мой доклад, он больше как раз будет про бумажную безопасность, хотя бумажная безопасность мне не нравится. Слосочетание, потому что, когда мы это слышим, у нас сразу возникает копипасты, шаблоны, в тумбочку. Все, все обезопасили, выполнили. И я даже могу сказать, очень частый вопрос, вернее, даже не вопрос, а тезис, консалтингом занимаюсь так сравнительно давно. Очень часто слышал тезис, бумажку может написать каждый. Когда был молодым, расстраивался, нервничал, честно скажу. Сейчас уже отошел, потому что понял, бумажку может написать не каждый. Это отдельный труд, к сожалению. Вот. И с учетом заголовка презентации, то есть с учетом требований ПБ для финнорганизаций, здесь все осложняется тем, что бумажку нужно написать правильную, хорошую, рабочую, плюс еще куча нормативки. Вот здесь представлены основные. У нас, слава богу, а может быть, к радости, к печали, финсектор у нас зарегулирован как никогда. То есть у нас здесь требования и основного регулятора ЦБ, который строчит пэшки, гасты и ЕБС, там рядом стоящие. Там есть международная стандартизация, куда не ушла. Есть темы персоналки, которые старые, как не знаю что, но она обязательно у вас должна присутствовать. И даже есть темы КИИ. Да, большинство для вас темы КИИ заканчивается историей про категорирование и все, но все равно требования существуют, их надо выполнять. Так вот, все это многообразие говорит вам, что вы должны что-то делать, должны что-то защищать, должны чему-то соответствовать. Соответственно, отсюда у вас в принципе растают требования к технике, то есть с техникой у вас было все хорошо. До, наверное, недавнего времени сейчас, наверное, небольшие проблемы, но все переобуваются, все куда-то смотрят, ситуацию исправляют. И два момента, то есть документация, процессы. То есть документация создавалась, какие-то документы были, но основное, документы должны все-таки быть не сами по себе, а регулировать процессы. То есть в ваших организациях должен быть выстроен процесс. И это, наверное, самое тяжелое, потому что, как показывает практика, те же самые результаты аудитов, оценок соответствия. Приходишь в организацию, смотришь, есть документ, все описано, все хорошо. Начинаешь спрашивать, как его выполнение, то есть какие-то свидетельства, результаты выполнения документа. И здесь очень часто сталкиваемся, что свидетельств нет. Есть документ, но он, как правило, не выполняется. То есть отсюда как раз получается, что нам нужны документы рабочие, которые выполняют какой-то процесс и которым пользуются. Это, кстати, самое основное, чтобы документом пользовались. Сейчас, минуточку. Вот, соответственно, что мы предлагаем, вернее, не предлагаем, а как мы видим процесс разработки хорошего комплекта организационно-распределительной документации. Внутренних там ВНД, они по-разному называются. То есть мы предлагаем разбить процесс на несколько стадий. То есть, во-первых, определить все требования, которые к вашей организации применимы по информационной безопасности. Понять, то есть чему вы должны соответствовать и что у вас должно быть задействовано. А второй, наверное, самый такой тоже трудоемкий процесс – это разработать некий такой сводный реестр требований, где вы как раз зафиксируете все это многообразие требований ПЭБ. Ну и оконцовка, когда у вас реестр требований готов, мы уже переходим к разработке непосредственно ОРД. Соответственно, по определению основных требований здесь более-менее все понятно. Там слайд до этого видели, вы все знаете, чему должны соответствоваться. Да, очень важный момент. Дополню, коллеги на меня уже выступали. Помимо ГОСТа не надо запывать про ПЭШки. Потому что да, как результат, тоже очень часто с этим встречаемся. ГОСТ выполняется, ПЭШки, как правило, не выполняются. Даже очень часто, когда делаем оценки соответствия, аудиты, говорим о надобности посмотреть еще на соответствие ПЭШек. Не все как бы это понимают, но об этом многие забывают на самом деле. Перейдем к разработке сводного реестра. Что это из себя представляет? То есть перечень требований ПЭБ. Здесь, по сути, мы фиксируем, выписываем все требования из нашей нормативки в какой-то структурой ОРД, который есть. Здесь у нас и ГОСТ, здесь у нас и ПЭШки, здесь и Свифт. Раньше это еще было 382. То есть здесь может быть и персонал. То есть как бы все это сосредотачиваем в одном месте. Далее формируем перечень документации, ориентировочно накидываем, как мы это все будем укладывать в наши документы. Обязательно рисуем аэрофическую структуру документации. Сейчас здесь следующий слайд, об этом будем. Это очень важный момент. И соотносим требования ПЭБ с документацией, которая у вас получилась. Причем процесс, он не последовательный, а он в совокупе. Потому что, как правило, определили требования, определили документы, построили некую иерархию, посмотрели, подумали, опять вернулись. И здесь такая итерация присутствует постоянно. То есть вниз-вверх, вверх-вниз. Иерархическая структура. Всем известно, то есть еще наш регулятор документа СТОБР всегда говорил, что документы должны быть поделены на разные уровни. То есть верхние уровни документа, как правило, начиная с политики Б, частные политики, потом частные какие-то требования, инструкции, регламента и свидетельства. Очень важная вещь. Многие об этом забывают, потому что, когда документов мало, пытаются свести все в один, он тяжело восприимчив. То есть с ним и работать тяжело, и, как правило, с ним не работают. Поэтому как раз вот то, что я сказал, очень важно делать иерархическую структуру. Когда вы накидали свой перечень ОРД, советую очень отрисовать, как это у вас будет выглядеть. Это может быть визу, это могут быть еще какие-то средства, но у вас должна быть четко, то есть вы будете складывать пазл, что есть общая политика. Как правило, у нас все исходит из общей политики ПИБ. Далее частные политики. Здесь это пример документов, то есть как бы это не конечная перечень, чтобы не было мысли, что это все. То, что выходит из частных политик, там процедуру, инструкции, соответственно, записи документации. То есть как вот пример, мы вот там можно поделить на четыре уровня, там даже на пять, это основная общая политика ИБ, частные политики, стандарты, методики, регламенты, процедуры, записи документов. Очень полезная штука, потому что мир становится яснее и прозрачнее, и вы начинаете уже более ориентироваться. Соответственно, сам реестр, то есть как документы определили, начали сбивать, что может содержать у нас реестр. То есть, как я сказал, это перечень всех требований из нашей документации. Прямо переписываем все подряд. Перечень URD, которую определили, тоже. Далее делаем прям матрицу, там где там ось X, ось Y, плюсики, какое требование в каком документе есть. Соответственно, в этом же реестре можно ввести контроль версии URD, контроль версии реестра. По сути, вы получаете универсальный у себя рабочий инструмент, который будет вам в помощь в этом большом многообразии требований документации. Как пример, вот прям вырезка из Excel, что это может быть. Требования по куче документов с шифрами, и расставляем там плюсики, какие требования в каких документах у нас содержатся. С учетом того же самого ГАСТа, который содержит очень много требований, на самом деле часто сталкиваемся с тем, что не все требования учитываются в документации. Очень удобный инструмент. Вы тем самым, подготовив такой реестр, уже подготавливаете себя к оценке соответствия. Когда вам аудитор задает вопрос, а где у вас отражено то или иное требование, очень часто, то есть где это зафиксировано, вы в принципе уже ориентируетесь и показываете, куда смотреть. И немножечко про сами документы, то есть как их писать. Рекомендуем, чтобы документы были одной структуры, потому что у вас здесь будет понятно, какие разделы что содержат, и вы по документам уже будете легко ориентироваться. Очень важный момент. И еще один нюанс, который часто мы отмечаем как недостаток. Не надо копировать требования из документов дословно, то есть из ГАСТа, ПЭШ и так далее. Потому что часто встречаемся, особенно раньше было, и до сих пор, если переходим, неважно, к какому-нибудь клиенту, берем политику, она полностью является копипастом 382. Написано тяжело, мы сами знаем, как ЦБшные документы иногда читать, там требования с третьего-четвертого раза воспринимаются, поэтому здесь лучше переписывать на русский язык, потому что вам с этими документами работать. Более того, с этими документами работать с вашим коллегом, вашим сотрудником-подчиненным, для них это должно быть доступно и понятно. Ну и, соответственно, такой заключительный слайд, он больше философский. Решать, какие документы, все равно вам. Это могут быть шаблонные ОРД или же могут быть рабочие документы. Причем могу сказать, ну, шаблонные ОРД вы написали, убрали в полку, пришел аудит, плюс-минус, с горем пополам, оценку доберете, аудит пройдете. Будет при этом работа в процессе и реализована полностью информационная безопасность, это уже другой вопрос. Опять же, решение за вами. На этом, наверное, все. Спасибо. Прежде чем начать третью презентацию, я хотел бы сказать вам две вещи. Первая вещь, которая у меня возникла при анализе вот этой информации. Самоизоляция для нас практически почти смертельна. Я сказал бы так, да? То есть отрываться от международных конструкций, от международных разработок и международных уровней на самом деле нельзя. Нужно все время за это цепляться максимально, на самом деле. Максимально. Это первое. Второе. В этом процессе существует некие ограничения, которые устанавливаем не мы, устанавливает противоположная сторона. Эти ограничения выглядят довольно жестко на самом деле. О них сегодня говорил Лютиков, кстати. Мы это почувствовали в первый раз, наверное, в году в 2010, а может быть немножко раньше, когда были на одной из конференций по стандарту 15408, когда собралась вся мировая элита в этом направлении, было это дело в Британии. И, в общем-то, это было видно на самом деле, что в некоторые конструкции нас не пустят. И это только подтверждается последующими событиями. Например, последующие события могу вам привести следующее. Могу привести, там еще будет по тексту. Но, тем не менее, вот когда наша страна решила купить «Опель», был такой момент примерно в 2008 году, точно не скажу, может, в 2006, может, в 2010, ну, где-то вот так, да? Но на самом деле купить нам его не дали. И тогда собирался практически Европейский Союз, который сказал, нет, ребята, там коммерческая тайна, там тайна технологий, как это производство, промышленная тайна. Поэтому мы вам это не передадим. И все, что не говорил наш президент, что мы обеспечим, что мы упустим закон, поставим охрану тройную вокруг этого завода, было сказано нет. То есть, фактически, то, что Цезареву положено, то Быку на самом деле положено не совсем. Поэтому Бык должен знать свои места. Ну, давайте пойдем. Ну, это пропустим. Итак, взаимоотношения с международными корпоративными институтами, организациями, стандарты инфраструктурно-безопасности, которые попали в неопределенный статус, перспектива систем сертификации PCI-DSS в России и решения в сложившейся ситуации. Так, по очереди. Вот первой колоночке слева. Организация самостоятельной структуры на основе стандарта. Почему я так сказал? Либо организация, с которой мы взаимодействуем, либо самостоятельная структура, вознившаяся на базе некого стандарта. Он может быть корпоративным, может быть ИСО, может быть ИСОМЭК, все равно. Далее. Уровень сотрудничества и взаимодействия и предложение перспектив взаимодействия. Первое. ИСО. Структура ИСО. На самом деле участие в рабочих группах было, и участие в рабочих группах сохраняется. Сохраняется. И, по всей видимости, это участие целесообразно продолжать. Но при этом обращу ваше внимание, что вот есть у нас такая рабочая группа, там в ИСО 26-й подкомитет по криптографии. Вот в этом 26-м комитете по криптографии усилия нашей страны по принятию в качестве стандарта ИСО стандарта шифрования нашего, вот этого самого блочного, на самом деле ни к чему не привели. Стандарт не принят. Ну, как бы всеми силами упирались ребята 4 года или 3 года, и это дело так и завалили. Это первое. Второе. Комиссия по электросвязи. Ну, я поставил вопросы, потому что совершенно непонятно, как она влияет на ситуацию. Мы ее проявления не видим, поэтому как бы несущественно. Если она нет, с нашей точки зрения безопасников, с точки зрения связистов, наверное, это очень важно, а с точки зрения безопасников, ну, как-то незаметно ее. PCI-SST, то есть это группа PCI-Cancel. Участие в рабочих группах было состоянием взаимодействия, неопределенность, они не отказывают. Но это не значит, что они могут отказать завтра. Им гузеп настучит по рогам, извините, и все, на этом взаимодействие кончится. Но, тем не менее, с точки зрения моей, и, может быть, и моих коллег, целесообразно руководствовать стандартами, издаваемыми PCI-SST, и целесообразно создание в России аналога некого PCI-SST, то есть аналога совета с определенной функциональностью, не полной, но с определенной функциональностью. Скажу позже. PCI, Британский институт по стандартизации, осуществлял взаимодействие децентрализованно, взаимодействие заморожено, и участие в дальнейшем, ну, с моей точки зрения, просто нецелесообразно. Результата все равно не будет. Дальше, SWIFT. Участие сохраняется, и целесообразно продолжать. Далее, система сертификации по ISO 15408. Уровень взаимодействия был низкий, Россия не присоединяла к системе международных эксплуатательных лабораторий, и целесообразно руководствовала стандартами, а то, что мы не получаем на уровне международных лабораторий, необходимо делать самим. Необходимо делать самим. И ничего страшного в этом нет, и нормально все это дело получается. Далее, стандарт 3D Secure. Ну, как вы знаете, отношения с Visa MasterCard прекращены. Это их стандарт. Но, тем не менее, стандарт живет сам по себе. Никаких рабочих структур по его созданию и продвижению не требуется. А реализуется он все шире и шире. И на самом деле никто не сказал, что это плохо. Отдельные существуют публикации и выступления в плане того, что подтверждение по SMS-ке как бы не очень надежно. Но на самом деле, вот если статистику взять, то один-два случая, допустим, компроментация, то есть, ПИНа, который прилетает по SMS-ке, на те миллионы SMS-ок правильно работающих, на самом деле дает такую низкую вероятность, что пока на самом деле это работает прекрасно. Далее, комитет по платежной рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов участвовали, и Банк России участвует до сих пор в этих рабочих группах, но участие в подгруппе по информационной безопасности заморожено гораздо раньше, в 2014 году. А когда я там еще работал, и когда я там бывал на этих конференциях, я чувствовал, что все к этому идет еще гораздо раньше, на самом деле. На самом деле, это процесс такой, который привел к тому, что сейчас взаимодействия практически нет. То есть, мы только можем получать результаты. Целесообразно руководствоваться документами этого комитета? Конечно, целесообразно. Надо их использовать. Далее. Директивы по персональным данным. Участие в рабочей группе, конечно, отсутствует. Отношения заморожены. На уровне отношений между Россией и Европейским Союзом их нет вообще практически. И возникает вопрос. А что делать? Руководствоваться этими документами просто необходимо. В каком объеме? Вопрос второй. Можно об этом немножко позже сказать. Итак. Система сертификации по стандартам безопасности, находящейся в неопределенном статусе. 1, 7, 7, 9, 9. Первая система. Вторая. 2, 7, 2, 0, 2. Вторая. 15, 4, 0, 8, 3. 50, если это мы говорили. 9 тысяч стандарт качества. Он присутствует. Реглама GDPR. Тоже понятный. 3D Secure. Вот они практически все. И в чем неопределенность? Взаимодействие прекращено. А следует ли производить сертификацию? Ответ простой. Не допускать самоизоляцию. Самоизоляция разрушительна, коллеги. Если мы вспомним самый классический пример самоизоляции, который возник в России в 17 веке, он привел к колоссальному расколу общества, расколу которого не преодолены некоторые вещи до сих пор. Поэтому это самое разрушительное, что может быть. Результаты. Результаты. Не сам раскол, а результаты потом стыковки. Так скажем, ментальности, выросшей в рамках раскола и ментальности, выросшей в другой форме, вот приводит к конфликту. Этот конфликт может быть кровавым. Далее. 17799. Ну, похоже, что сертификация нецелесообразна. У нас сейчас достаточно хорошая система стандартов. У нас сейчас идет достаточно хорошая технология, разработанная Центральным банком на уровне стандартов 57580.1 и второго стандарта. Что-то в этом направлении делает FSTEC, но FSTEC стандарты разрабатывать не будет. Оно будет выпускать свои нормативные документы в виде приказов. И эти приказы будут прямого обязательного действия. А все они базируются как на фундаменте на 27201 и на 17799. Поэтому как бы смысла нет. Дальше. 27202. Непонятны цели сертификации. Отсутствует обязательность сейчас, потому как взаимодействие сильно нарушено. Но в определенных случаях, если возникают какие-то партнерские отношения с какими-то зарубежными организациями, конечно, ее нужно проводить. То есть эта работа должна быть целевая. Далее. 9001.2015 года. Абсолютно целесообразно. Качество нельзя терять. Качество нельзя терять. Регламент GPR. Аналогично. 27 до 02. Необходимо в отдельных случаях. В перспективе, наверное, будет необходимо. Когда соотношения будут восстанавливаться, тогда мы и к этому опять вернемся. А может быть, что же директива будет другая к этому времени. Но тем не менее, к этому мы вернемся. Поэтому сертификация будет необходима. К тому же, если мы с китайцами начинаем работать, там эта проблема возникает. Вот, например, да. Может быть, там с государственной Юго-Восточной Азией. Все зависит от того, кто к этой директиве присоединился вне рамок Европейского Союза. Далее. 3D Secure. Сертификация не требуется. Все реализуем. Все как бы нормально. Об этом я говорил. PCI DSS. Необходимо совершенствовать систему и продолжать проведение сертификации по международным стандартам. ISO 15408. Сертификация в национальной системе будет продолжена. Никто ее не собирается отменять. Поэтому, наверное, вот этими взглядами необходимо руководствоваться. По PCI DSS требования аудита заложены в правила платежных систем визы, мастер-карты, МИР. Юниопен, я не знаю, я не нашел данных, но, наверное, там тоже что-то такое подобное есть. Аудиты по PCI DSS никто не отменял. Аудиторы до конца года имеют статус определенный, статус аккредитации при PCI Council в Нью-Йорке. Далее непонятно. Далее непонятно. PCI Council говорит, ну, в принципе, это нормально. Мы дальше переаккредитуем. Но вопрос заключается в том, что ограничение следующее. Если организация, в которой работает аудитор, находится под санкциями, то, конечно, никакой аккредитации. То есть избирательное воздействие, избирательная аккредитация. Это допустить нельзя. Поэтому, по всей видимости, нужно делать некий аналог этого совета с определенной функциональностью здесь в России, чтобы переаккредитовывать аудиторов по международным стандартам и требованиям, но уже как бы у нас. Это нормально. Ну, и непонятно, конечно, перед кем отчитываться. Такие формальные отношения не разорваны. Кто знает, они могут разорваны в любой момент. Далее, что нам необходимо? Контроль над безопасностью систем необходимо сохранить. Необходимо. Локализовать стандарт PCI DSS возможно? Наверное, возможно. Но только в тех рамках, которые невозможно реализовать сейчас путем прямого выполнения стандарта. Есть там какие-то требования, которые сейчас вроде бы немножко подвисли. Значит, надо в этом смысле локализовать. Не более того. Продолжить работу по актуальным стандартам без отрыва от разработок. Да, вот этот совет, который надо создавать, должен получать все необходимые разработки и последние версии стандарта PCI DSS. Реально? Абсолютно реально. Сохраните аудиторов. Ну, я уже говорил. И возникает вопрос. А при чем это все? При ком это все сделать? Ну, наверное, надо создавать некое зеркало в нашей стране. При ком? Ну, наверное, при той организации, которая наиболее близка к этой проблематике. А наиболее близкая организация – это НСПК. Они работу некоторых уже выполняют, контакты поддерживают, отчеты аудиторские анализируют, но, как бы говорится, вот им-то с этих флаг в руки. Задачи – планирование деятельности, учет-оценка результатов работ, аккредитация аудиторов при совете по требованиям PCI-cancel и сопровождение стандарта распространения новых версий. Вот, наверное, на этом я свое короткое выступление завершу. Большое спасибо. Если есть вопросы, готов отвечать. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Петрович. Лес Рук. Добрый день. Стариков Станислав, Compliance Control. Спасибо за интересный доклад. Я бы хотел немного дополнить его в части PCI-DSS по поводу того, что ни перед кем не нужно отчитываться. Это не совсем так. Есть НСПК, да, вы его упомянули. И у НСПК есть, они выразили однозначную позицию, что PCI-DSS как минимум для тех участников, которые являются прямыми участниками НСПК, по-прежнему остается обязательным. Они считают его целесообразным и изобретать какие-то велосипеды не планируют. И это было закреплено, насколько не изменяет память, даже был выпущен информационный бюллетень по этому поводу. Ну вот и замечательно. Видите, мы это одно и то же примерно сказали. Спасибо вам. Так, еще там рука тянется какая-то, если можно. Прямо аудиторские компании сегодня активны. Сергей Шустиков, генеральный директор компании Daetary, действующий QSA и аудитор по стандарту PCI-DSS. Спасибо вам большое, Андрей Петрович, за доклад. Поддерживаю. Маленькая поправка, да, то, что статус не на один год продлен, а сейчас практика показывает, что пока совет PCI-DSS продлевает нам их дальше без каких-либо проблем, но это пока. Посмотрим, что дальше будет происходить. Маленький комментарий, который я хотел бы дать, это то, что создавая аналог совета PCI-DSS в России, важно помнить, что совет PCI-DSS это ведь не только и не столько организация, которая обучает и подготавливает и аккредитует аудиторов, сколько еще и площадка для обмена мнений, для обновления того же самого стандарта. И ведь стандарт PCI-DSS, он ведь настолько же международный, насколько и российский, да, потому что очень много наших российских компаний приняло участие, допустим, в формировании версии 4.0, которая в марте этого года была опубликована, в том числе ваш покорный слуга принимал в этом участие. И поэтому, кроме того, что это организация, которая аккредитует аудиторов, это еще и большая база знаний, площадка для общения и для, скажем так, постоянного улучшения всей системы сертификации. И вот про этот момент нужно не забыть, когда будем и если будем создавать некий аналог. Со своей стороны готов предложить любую посильную помощь. Большое спасибо. Ну что, еще раз, вы подтверждаете вот мои мысли. Я еще раз говорю, самоизоляция для нас – это самое плохое решение, которое надо всеми силами добиваться того, чтобы взаимодействие сохранялось. Но надо понимать, что существуют риски его прекращения в один прекрасный момент. Тоже надо понимать. Если есть… Как раз в продолжение вашего комментария о страхе перед самоизоляцией, я бы хотел, чтобы вы поподробнее объяснили, что вы подразумеваете под термином самоизоляция, и второе, что вы подразумеваете под термином руководствоваться стандартом. Я поясню, почему я задаю эти вопросы. Если мы говорим о стандарте, например, 9001, 9000-й серии этих стандартов 1, 2, 3 и так далее, то в Советском Союзе, например, была система управления качеством продукции, и когда Советского Союза не стало, все люди, которые занимались этим, очень легко переквалифицировались на стандарт 9000. Потому что, так сказать, у нас было, так сказать, ну, свое, все одинаковые вещи были одинаковые, самолеты похожи друг с другом, так сказать, однотипные, законы физики, законы, конечно, никто не отменял, они легко работали и в системе. Что вы говорите? Вот вопрос я уже задал. Что означает термин самоизоляция, и что означает руководствоваться? Вот на мой взгляд, можно понять, что руководствоваться – это просто, так сказать, исполнять этот стандарт. Ты понимаешь, что иметь в виду – это другое дело. Я хотел бы уточнить, руководствоваться, значит, исполнять те стандарты, которые действуют у нас. То есть без переработки, без этого самого, без учета каких-то, так сказать, его недостатков и так далее. А что такое самоизоляция? Я вот 17 век не знаю. Что касается самоизоляции, ну, понятно, что изоляция, понятно. Самоизоляция – это стремление замкнуться в собственной капсуле. Значит, поэтому это самоизоляция, да? И вот если такое стремление возникнет, это очень плохо. А кроме 17 века у нас была еще самоизоляция? Нет, я думаю, что изоляцию у нас в положение изоляции нас ставили в начале 20 века. А что касается самоизоляции, да, это просто очевидно был 17 век. И то, наверное, поставили, когда разорвались определенные связи. Ну, это, ну, как сказать, пример, может быть, я его зря привел, потому что это вопрос дискуссионный. Я готов с вами подискутировать уже вне этого мероприятия для того, чтобы не опрывать просто время. Понятно. Ну, и третий вопрос тогда связанный с GDPR. Тоже очень спорный такой момент. У вас там написано было руководствоваться им, да? У нас сейчас и 152, в общем-то, достаточно тормозной стандарт. Ну, сейчас, извините. Значит, что касается GDPR. Там есть несколько тем. Я скажу об одной. Я скажу, почему это GDPR живет в нашей 152ФЗ. Начинает жить, да? Значит, Минкомсвязи внесло изменение, предложение по внесению изменений в 152ФЗ в части назначения оборотных штрафов. Оборотные штрафы – это, извините, идея GDPR в полном объеме. То есть, таким образом, идеи GDPR, они имплантированы, имплантируются. В 152ФЗ. Поэтому, так сказать, взаимодействие между GDPR и идеологией нашей в рамках 152ФЗ по защите персональных данных не разорвано. Оно есть. Как анализуется вопрос второй? Ну, вот один из примеров, я считаю, положительных примеров. Я вам привел. Спасибо большое. Есть еще вопросы у коллег? Нет. Андрей Петрович, благодарю за отличное выступление. Добрый день. Меня зовут Хияс Айдемеров. Я исполнительный директор компании Spacebit. Мы сегодня попробуем представить там свое видение в части соответствия требованиям регуляторов, в части именно разработки или управления стандартами безопасного конфигурирования. Мы немного поговорим о технических уязвимостях и об подходах к автоматизации этого процесса управления. Если отходить от докладчиков предыдущих, то вы правильно заметили, это именно переход от, наверное, бумажной автоматизации к использованию этих стандартов, требований и регламентов в тех продуктах, которые мы разрабатываем в своей компании. Компания Spacebit достаточно молодая компания, но при этом мы где-то в начале 2021 года вышли из группы компаний информзащита. Основное направление нашей деятельности это разработка программного обеспечения. Программное обеспечение в области информационной безопасности. Сейчас в штате компании порядка 75 человек и из них более 60 – это разработческая команда. В области информационной безопасности существует достаточно большое количество требований различных регуляторов и отраслевых стандартов. На эти требования, основной перечень нормативки приведем на данном слайде, и на эти требования накладываются определенным образом лучшие международные практики, опыт основных игроков рынка и в основном по направлению управления техническими уязвимостями. При этом обязательными требованиями, которые регуляторы предъявляют компаниям в частности сводятся к выполнению определенных требований. То есть регулятор говорит, проводите регулярно сканирование уязвимостей, проводите пентесты, своевременно устраняете уязвимости, которые вы находите, устанавливаете обновление безопасности и разрабатываете и применяете стандарты безопасной конфигурации. То есть тема моего сегодняшнего доклада касается именно разработки стандартов безопасной конфигурации. И я попробую привести некоторые требования, нормативки, в которых есть ссылки на разработку именно стандартов безопасной конфигурации. Например, в разделе 2.2 PCI DSS есть требование, прям дословно, разработать стандарты конфигурации для всех системных компонентов, убедиться в том, что стандарты учитывают все известные уязвимости, а также согласуются с положениями отраслевых стандартов. И в данном же стандарте приведены определенные проверочные мероприятия и даны разъяснения. Кроме того, кроме требований регуляторов, имеются и другие современные технические стандарты, например, бенчмарки и лучшие практики основных игроков рынка. Например, стандарт ITIL достаточно подробно описывает процесс управления конфигурациями. И в дополнение стандарт ISO 2700 описывает систему менеджмента информационной безопасности, регламентирует требования о необходимости нормализации процесса управления элементами IT-инфраструктуры. И это требование может быть выполнено путем внедрения процедур именно управления конфигурациями и изменениями. И известный всем стандарт семейства CIS-бенчмарк, на основе которых разрабатываются многие стандарты безопасного конфигурирования. Из известных уязвимостей по классификации мы рассматриваем в основном уязвимости эксплуатации. Это те уязвимости, на которые мы можем влиять. Если уязвимости проектирования и реализации находятся в зоне ответственности разработчиков программных продуктов, и мы, я имею в виду IT и БС-службы организаций, и им крайне сложно их устранять без участия именно самих разработчиков программных продуктов, то уязвимость уровня эксплуатации, они в принципе достаточно легко выявляются и устраняются даже в ходе промышленной эксплуатации информационных систем. Основная суть метода предотвращения уязвимости именно конфигурации заключается в том, чтобы нужно разработать и применить стандарты безопасной конфигурации, периодически тестировать безопасность, сканировать уязвимости и, соответственно, устанавливать обновления безопасности, которые устраняют известные уязвимости. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда информационные системы, не имеющие уязвимости уровня проектирования и уровня реализации, но неправильно с ошибками сконфигурированные, могут составлять достаточно серьезную угрозу для информационной безопасности. Итак, в стандартах безопасной конфигурации есть три основных этапа их создания. Первый – это разработка данных стандартов на базе требований регулятора, на базе best practice, на базе своего опыта. Дальше – актуализация их стандартов, этих стандартов, перевод этих политик, написанные на обычном бумажном виде, на язык ИБ и системного прикладного обеспечения. Дальше – следующий этап в части создания стандарта безопасной, управления стандартом безопасной конфигурации является применение этих стандартов. Сложность, допустим, этапа разработки стандартов состоит в том, что для составления этих стандартов существуют определенные требования по навыкам и компетенции специалистов, которые их создают. Для применения стандартов, ручное применение стандартов, занимает достаточно много времени и влечет за собой некоторые нарушения, риски, нарушения работы системы. и зачастую применение всех стандартов безопасной конфигурации в большинстве случаев полностью невозможно. Вчера выгруженный коллегами стандарт конфигурирования одного сервера на операционной системе Windows составлял порядка 500 параметров на Windows. Если говорить о Linux системе, то это порядка 250-300 параметров. И следующий этап это контроль применения стандартов. Это тоже довольно сложная процедура и чрезвычайно ресурсоемкая. В процессе создания и управления стандартами безопасного конфигурирования мы видим две категории исполнителей, то есть служба информационной безопасности, которая занимается разработкой и актуализацией стандартов, служба информационных технологий, которая занимается их внедрением, и опять же служба IT и EB, которая занимается именно контролем применения и соответствии этих стандартов эталонной модели, которые они используют в системе. Все эти проблемы, которые мы видим при создании и работе со стандартами безопасного конфигурирования, какое-то время назад побудили компанию создать некую автоматизированную систему, которая позволит упростить эти процессы и попробовать автоматизировать этот процесс создания, внедрения и контроля их исполнения. В этом программном продукте, который сейчас на данном этапе не вышел еще релиз, мы ожидаем его в конце июня. Шесть основных блоков. Блок управления каталогом ресурсов, блок управления требованиями по безопасной конфигурации, блок автоматизации применения стандартов, блок контроля применения и контроль дисков и дополнительный модуль дашбордов и отчетов, по которым можно анализировать насколько что внедрено и работает. Функциональные возможности блока управления каталогом ресурсов. Этот блок представляет собой некий фундамент системы, то есть он занимается инвентаризацией ресурсов сети и собирает всю информацию по информационным системам и устройствам. Дальше ведет паспортизацию ресурсов сети и контроль изменений и отклонения от эталонного утвержденного состояния. Данный каталог позволяет быть объединенным в некую иерархию и объединять их по информационным системам, по территориальным площадкам, по автоматизированным бизнес-процессам. И другое преимущество это еще возможность ограничения доступа операторов информационной системы как по функциональным ролям, так и по группам ресурсов. Например, инвентаризация сегмента сети может выдать все рабочие станции, серверное оборудование, сетевое оборудование. И далее по каждому устройству система выявляет все установленные программные продукты, запущенные сервисы, порты и так далее. Дальше они в определенном образе, в определенной структуре создается некий иерархичный каталог ресурсов. Следующий функциональный блок это именно создание стандартов конфигурации. На базе что мы предлагаем? Мы предлагаем в данной системе созданные нашими экспертами, специалистами на базе неких общепринятых мировых практик и так далее обширный достаточно обширный набор стандартов безопасной конфигурирования. Допустим для и достаточно большой перечень систем для которых мы его делаем. Это уровень операционных систем, это система управления базами данных, сетевое оборудование, веб-сервисы. И заказчик вместе с продуктом получает проверенные и протестированные нами определенные стандарты. которые он может дальше использовать для того, чтобы сопоставлять их с фактическими конфигурациями, которые есть внутри сети. Есть возможность, довольно часто возникает ситуация, когда у заказчиков есть свои особенности и необходимо разрабатывать под них отдельные стандарты под их требования. Естественно, все эти стандарты разрабатываются на базе рекомендаций производителя и стандарты, эти стандарты в информационной системе нашими ресурсами постоянно обновляются, актуализируются. И набор этих стандартов растет. На текущий момент, ну, я говорю, что есть системы, но фактически из текущего перечня у нас сейчас реализовано в данный момент это уровень операционных систем серверных Windows, рабочих станций Windows и Linux системы. Системы были, готовые наборы были реализованы для отработки функционала системы, для того, чтобы проверить, как это работает. Ну, и сейчас, в данный момент, идет достаточно большая работа в части расширения этих готовых стандартов, их тестирования и проверки. Достаточно часто в некоторых организациях, ну, даже в большинстве организаций, разработанные типовые стандарты конфигурирования требуют адаптации к политике информационной безопасности компании, к особенностям каких-то конкретных информационных систем и так далее. И привязка, и в данном случае мы говорим, что информационная система x-config может позволить адаптировать готовые, разработанные, протестированные стандарты для конкретной инфраструктуры заказчика. Мы называем это, ну, сформировать в виде требований для конкретной информационной системы. Мы называем это профилированием. Вместе с системой мы предоставляем комплект преднастроенных профилей под PCI-DSS, под 152-й FZ, там еще определенный комплект, который мы даем. И возможность системе предусмотрена возможность управления корпоративными политиками безопасной конфигурации в самой системе, в самом интерфейсе продукта x-config и выгрузки из нее готовых профилей в форматах там doc, pdf. То есть мы не делаем сначала на бумаге все требования и все стандарты, а можем делать их прямо в самой информационной системе. Спорный пункт, ну спорный в смысле по общению с нашими заказчиками мы не нашли однозначного ответа на возможность автоматизации применения стандартов. То есть мы разрабатываем стандарты, мы их тестируем, проверяем, дальше средствами самой информационной системы возможность их автоматического применения пока еще нет однозначного ответа от заказчиков по этому вопросу. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда одни заказчики говорят, да, это круто, это было бы хорошо, это сняло бы много проблем и уменьшило бы затраты ресурсов на ручное их внедрение. другая группа говорит, что группа системных администраторов не позволит внешней системе самостоятельно вносить какие бы то ни было изменения в конфигурацию их сетевых устройств. Поэтому этот вопрос немного пока еще спорный и в разработке нашего продукта он сейчас не в первом приоритете. Поэтому тема мы бы хотели как раз по результатам сегодняшнего доклада, он бы представлен сегодня с большим стендом и командой специалистов здесь на конференции. Если у кого-то есть свое мнение в части именно возможности автоматизации или мнение по отсутствию необходимости, мы готовы были бы на стенде этот вопрос обсудить и возможно это позволит нам поменять некоторые приоритеты в части разработки программного продукта. Один из основных пунктов данной функциональности это конечно же контроль применения стандартов. То есть информационная система разработанная в информационной системе стандарты конфигурации конфигурирования после установки в системе требует регулярного контроля сопоставления фактических настроек конфигурации с их эталонными моделями. Система позволяет это делать в трех режимах. В режиме онлайн проверки когда информационная система по сети опрашивает определенные ресурсы и сопоставляет их конфигурацию с эталонной конфигурацией настроенной в системе. Оффлайн проверки это когда из системы выгружаются скрипты и запускается на целевых системах. Обычно это используется в тех системах которым нет доступа к информационной системе через сеть. И ручные проверки этого функционала пока в системе нет, он в планах, но суть его заключается в том, что возникают некоторые информационные системы в которых или некоторые параметры которые невозможно получить посредством информационной системы и здесь сама информационная система xconfig выгружает определенные спринты и дает определенный чек-лист с которым администратор или оператор идет в целевую систему и собирает определенную информацию для занесения в саму систему. система позволяет также строить кастомизированные проверки и что позволяет в самой системе повысить достаточно гибкость стандартов конфигурации и быстро и удобно выполнять поиск компрометации на ресурсах сети. Это модуль управления рисками тоже пока еще в планах разработки но здесь основной упор на то что в стандартах безопасного конфигурирования все требования ранжированы по уровню критичности то есть после сопоставления с проверки фактических стандартов и стандартов заложенных в системе каждое несоответствие стандартам информационная система по заранее заданному алгоритму определяет уровень высокой средней и низкой критичности данной уязвимости и в системе есть модуль отчетов и дашбордов можно в любом разрезе из информационной системы получать статические динамические отчеты и представлять информацию в том разрезе в котором вам она нужна в части допустим если это требование аудиторов той форме в которой она нужна для аудиторов сама архитектура решения это серверная система безагентский это веб-приложение сервер и уровень коллекторов разбросанных по сети которые собирают информацию по распределенным площадкам территориальным решение масштабируемо как по серверным мощностям так и по уровню сборов и коллекторов система работает на серверная система и коллекторская работает на системах linux то что мы сейчас делаем на операционной системе центоз стандартные требования аппаратные представлены на данном слайде и это то что мы закладывали в релиз этого года то что серые это планы пока наверное не совсем точно определенные то что вот цвете и раскрашенный цвет это то что уже выполнено на текущий момент из стандартов готовых на сегодня есть стандарты под windows 8.10 windows server 12.16 red hat debian hp unix и разработка и доработка стандартов она в постоянном процессе и появляется новая на стенде у нас есть возможность вживую посмотреть систему и при необходимости задать технические вопросы или дать ваши предложения или рекомендации по том что для вас критично по дальнейшему развитию и конечно же под конец слайда я все таки вынес вопрос который можем обсудить на стенде по вопросу все таки автоматизировать применение стандартов и насколько это сейчас может быть для вас как заказчиков критической функции просто немножко порезало глаз извиняюсь что у вас сбор коллектор для винды на неподдерживаемой платформе которая представляет собой большую проблему на windows 8 уже давно не поддерживается и как бы я ничего возможно это просто опечатка возможно там уже более современная платформа но как бы главное чтобы мы новой системой не приносили новые дыры смотрите мы на этапе разработки системы и то что мы сейчас сделали даже конфигурации и коллекторы они сделаны для того чтобы проверить функциональность системы и в первом релизе который у нас будет в июле месяце естественно все будет достаточно свежее актуально у меня вопрос возник если я правильно понимаю что это некий аналог осек вазух система которая реализует контроль конфигурации отчетность комплайнс и так далее он ближе к сканерам в определенной роли сканерам который сканирует систему выявляет уязвимости и ну возможно контрол комплайнс мы не нашли когда мы начали разрабатывать систему класс решений под который мы могли бы его отнести мы как-то мы увидели проблематику и от этой проблематики начали плясать в части разработки там общей архитектуры решения классов задач которые он решает и вот двигались в этом направлении а вот интересно еще агент решения по сбору информации с никсов как вы реализовали через сервис ауди или как-то по-иному это надо бы ребят моих если подойдете к стенду ребята расскажут я вот технически просто вопрос есть еще я хотел бы спросить у вас вы часто используете слово стандарт начали рассказывать и я так понимаю что ваша система базируется на неких экспертных знаний ваших сотрудников изначально а вот вы эти экспертные знания не пытались как-то верифицировать проверить утвердить в качестве таких маленьких стандартов потому что вдруг где-нибудь вы ошиблись и что-нибудь не так в одном месте и дальше эта система так пойдет но наша экспертиза она в любом случае строится на экспертизе и там международных определенных стандартов и требований то есть мы и компания в которой мы работаем эта компания аудитор там с 20-летним опытом в этой сфере то есть здесь не может быть того что экспертиза и опыт компании может оказаться слабым или не соответствовать это я говорю про материнскую компанию можно вопрос добрый день такой вопрос вот допустим мы получаем я не знаю как назвать карту рисков нарушений планируется ли какая-то интеграция с отечественными хотя бы средствами для того чтобы проверить фактически это эксплуатируемо или нет про уязвимости мы говорим ну да про нарушения допустим не знаю вы обнаружили высокое высокое критическое нарушение а фактически оно там не знаю в закрытом контуре и оно не эксплуатируемо чтобы приоритеты выставлять то есть не на риски смотреть ну не на критичность уязвимости а на приоритет устранения мы же говорим что мы разрабатываем сами стандарты и в этих стандартах когда мы говорим про разработку стандартов для конкретного там заказчика естественно мы смотрим их там политику информационной безопасности сегментацию сети и можем это определять уже на уровне стандартов если я правильно понимаю вопрос вопрос просто в том чтобы проверять ну у нас есть много критичных уязвимостей допустим все критичные с какой начать вот такой чтобы не закрывать в первую очередь из закрытого контента в котором они могут быть не не критичными но уровни критичности как раз и выставляется соответственно не просто по общим правилам а с анализом текущих ваших приоритетов и рисков ну сложный вопрос ну да в целом да Хоин Александр смотрите здесь наверное немножко путаниц понять вы говорите про уязвимости а коллега рассказывает именно про стандарт конфигурации то есть как правильно настроить систему чтобы она была безопасна и свои системы они проверяют именно наличие вот этих неправильных настроек у нас такие проекты были как вы правильно сказали классов решения на автоматизированных таких нету мы это проделали тоже вручную работа непосредственно стандарт конфигурации профиль защиты то есть это вот все к этого единственное мы проверки загоняли эти в сканер защищенности то есть когда они делали проверки именно конфигурации вот поэтому вы можете говорить все-таки про уязвимости здесь история именно про настройки ну немножко разная цель просто но техническая уязвимость мы как раз с ними и работаем аплодисменты спасибо спасибо Продолжение следует...